Здравствуйте друзья! Сегодня мы такую поэтичную вещь напишем. Вот она у меня на компьютере. За нее было много отданных голосов, чтобы она была как видеоурок написана. Я с удовольствием ее сделаю. Итак, у нас разбавитель, белила. Вся работа такая слегка разбеленная. Конечно же, ультрамарин. Конечно же, розовый. Это будет каркасный цвет картины. То есть тот цвет, который своими рефлексами наполнил всю картину. Строительная кисть, которая очень эффективно делает первичный набор. Не надо с ней церемониться с этой кистью. Мощно, быстро можно избавиться от белого холста. Разбавитель. Сметанный замес. То есть консистенция вещества краски примерно равна городской сметане. Мы снова будем писать в два сеанса для того, чтобы вы этот момент для себя осмыслили, ощупали. Итак, городская сметана. Количество краски, ну, некое кроющее количество. Поскольку мы будем писать и второй сеанс, то особо принципиальной важности количества не имеет. Но для себя можно вот этот способ, который я уже показывал не раз, иметь в виду. То есть если вы, делая раздавливание вещества на толстке, получаете полное покрытие, когда нет продресси, вот здесь у меня еще продресс есть. Значит, вот здесь вы набрали нужное количество, а здесь нужно дополнить. Ну вот, нехватка. И я дополню. То есть таким образом можно просто тестировать, а заодно и облагораживать поверхностный слой, который мы наносим. Делать его в благородное меру количество. То есть масло любит вещество, поэтому вещество должно залечь на холст. В воде все чуть-чуть смуглее, поэтому я дополняю пигментом, то есть синим, розовым дополняю. У меня нет сейчас ответственности сделать все нюансы вот этих розовостей и прочего. То есть мне главное сейчас набрать основные пятна и дать потом работе высохнуть и работать по сухому уже на чистовую. И так снова делаю это тестирование. Если появляется вот этот излишек, то понятно, что количество достаточное. Излишек снимаю и сдаю на палитру. Сдавливаю, не сбриваю, а именно сдавливаю и на палитру. По длинию горизонта чуть голубит. Небочка уже не синит, а чуть голубит. И чуть темно. Вы это видите на картинке, которая вам предложена. Вот этот туманчик, который там залег. Под верх формата наоборот залегли туманности облаков. То есть если это скорее туман, то это уже скорее облака. И вот такая шторочка оформляет верх формата. Можно смягчить и будет похоже на картины, на фотоматериал. Розовиночку. Разбеленную розовиночку. И тоже можно слегка заморочить. Там вдали маленькое облачко розовенькое мигает. Его мигание крайне неприметно. Поэтому нужно умудриться дать эту малую приметность. Это будет в настроении этого состояния погоды и природы. Я даже кармии красный задействую. Чуть-чуть. Для румяности с кармием красным. Вот оно еле-еле видно. Там совсем еле-еле. А мы чуть-чуть его усилили. Опять же для поэтичности. Розовит от линии горизонта освещенная туманность. Туда ее. А здесь ее. Но эта туманность не должна отнять. Розовый этот туман освещенный не должен отнять у облака его заметность. Вот такое тихое. Так. Чуть сильнее розовит отражение в воде. Тоже можно кадмий подпустить к розовому. И розовый взять и кадмий взять. И эффект вертикали отражения показать. Показать. Что такое такое? Показать 이거 на дне. Вертикаль отражением. Немного от линии горизонта перевернутой розовизна тоже мигает. И ее подпустим. И уже толкнем от этой позиции. Но не глубоко, так чтобы уже не сбить низ. Несколько теперь можно перевести в идею плоскости воды, то есть горизонталь, вот эти штришочки. То есть вертикаль отражения и горизонталь плоскости. Эти нежности мы набрали. Теперь возьмем голубой. Поскольку голубым мы никак не испортим картину, а голубой с желтым будет зеленым, то мы, начиная от линии горизонта вверх и вниз, деликатно начнем формировать идею рисунка предметного плана картины. Если бы мы начали от края, то мы бы не видели ситуацию. Так мы идем от линии горизонта и очень хорошо контролируем соразмерности. Значит там сзади туман, а ниже тумана даль. Она голубит, поэтому там голубой вообще уместен. Это практически уже финишный цвет. Голубая фице. Я сместил немножко облако и смещу немножко, чтобы облако было не в углу, а оно очень поэтичное настроение создает. Поэтому я его немножко сместил. Его поддерживает немного вот это дерево. И дальний план, вы видите, в деревьях голубит. Вот так ребром кисти, вот этой строительной, удобно сделать укладку. Она уже смотрится как множество листьев. Тут есть деревце, которое как бы зонтиком стоит. То есть стволы создают вот эту решеточку, ножки их. И какое-то деревце, которое едва с растительностью, а в основном веточки. И все это закончим еще одним деревцем. Все это тоже хочет отражаться. Смотрим, ну вроде бы нормально. Теперь уже можно к этому добавлять и коричневый. Он голубой с коричневым. Смотрите, как зелень относительно голубого. И даже красный. Особенно здесь для более переднего плана. Но все это уже попадает в некий контекст. Голубой дали. И мы можем контролировать ситуацию с цветом. В качестве красного можно брать либо кадмий красный, либо... Либо английскую красную. Охру можно подсовывать. Желтоту теперь можно подсовывать. Но аккуратненько, не борзяся. Опять же, у нас пока нет задачи сделать финишное исполнение. Мы финиш отложим на работу по сухому. Дополняю охрой. Голубой сохрой будет вполне зеленить. Голубой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для очень темных мест В отражении все бледнее И теперь постараемся увидеть глубину Глубину отражения Выдвинем Соразмерных фотографий Соразмерных фотографий Соразмерных фотографий